здравствуйте уважаемые телезрители ну в этом отрезке нашего прямого эфира достаточно такой неожиданный коллектив вот я так надеюсь для вас и надеюсь что вы получите удовольствие от общения с ребятами ну как я для себя определил может быть неправильно вы меня поправите но ребята играют в стиле фолк-рок да гурт кирилл мефодий представляю наших гостей рядышком со мной константин кондратюк автор песен играет вот на гитаре которую он держит в своих руках но кроме этого еще успевает петь вот ударник евгений кулиш и игорь корнелюк бас-гитара также и вокал давайте наверное в начале прежде пусть соскучится в наши телезрители по музыке вот выпуск так в ожидании нетерпения побудут немного расскажите коллективе вашем как вы создавались какие-то существуете как возникла идея коллектив появился еще в прошлом тысячелетии 97 году 1 февраля трое лучших друзей друзей детства собрались на дне рождения сестры моей родной ну и собственно решили действовать игорь корнелюк и играет в группе с 2010 года джон евгений кулиш играет с 2005 это и в таком составе мы с десятого года как формируете свой репертуар каким образом песни приходят к вам ваш репертуарный портфель ну в основном мы конечно стараемся играть новые песни которые которые актуальны для нас настоящее время но есть и старые песни которые знают наши слушатели и без которых мы не можем проводить нет ни один концерт ну вы принимаете участие в различных совершенно мероприятиях да и в каких-то более массовых до вас приглашают да и кроме этого просто концертирует концертируете наверное за плечами были какие-то фестивали интересные вот контакты с другими музыкантами мы периодически участвуем и в фестивалях и летних скажем так фестивалях фестивалях украинской музыки но в основном последнее время мы играем только сольные концерты ну слава богу уже репертуара хватает на сольники уже таскать хватит тусоваться да по всяким тусовками все равно мне мы активно участвуем какие-то в жизнедеятельности музыкантов музыкальной сфере нашего региона и вообще украины и выступали на различных фестивалей катались и вместе с другими группами организовывали своего рода такие концерты джима конечно да такой необычный инструмент акустический бас не часто встретишь вообще ваш инструментарий каким образом вы пополняете я был в командировке увидел просто этот бас я искал себе электрогитару хотел какой-то телекастер типа того но видел как она висела одиноко пылилась никому не нужно и неинтересно и понял что это необходимо ну вот прикол в том что в безладовая ты очень большая то есть это в общем как и скрипичные навыки надо иметь нет здесь есть пару полосочки нарисованы поэтому нарисована но лазов коррековых нет но за счет этого наверное немножко другое характерное звучание да более джазовый на что я вот честно впервые встречаю такой бас я тоже вас балалайки видел в коллективах а вот такой вас я честно говоря есть еще из вас балалайка есть укулеле бас ну как он бас строит как бас но вот такой вот на звучит как контрабас ясно ну что ребят давайте споем что-нибудь послушать уважаемые телезрители тоже подключайтесь к нашему разговору звоните там подсказывайте нам может что-то захотите услышать а 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 a a a a a Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим этот ролик ДимаTorzok 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 Обычно все музыкальные коллективы, начиная от вокально-инструментальных ансамблей советского периода, они всегда стремились к тому, чтобы улучшать парк своих инструментов, идти дальше, динамики другие, чтобы обрастать, обрастать, обрастать. У нас тенденция последние пару лет, мы не просто улучшаем свои инструменты или звук, у нас разные наборы для разных стилей подачи материала. То есть у нас есть совсем акустический вот такой вариант, есть полуакустический, полутяжелый, тяжелый вариант, и под все это разные инструменты, разные настроения, хотя часто одни и те же песни. Ясно. Ну что, давайте мы послушаем вас еще. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, спасибо. Ну, я знаю, что вы еще, помимо того, что вы принимаете участие в различных фестивалях, концертах, Вы еще и участники нашего мегамарша в Вышиванках. В прошлом году активно принимали участие, в этом году тоже вас пригласили, насколько я знаю. Я хочу напомнить одесситам, что уже мои коллеги рассказывали о том, что будет этот марш. Но, наверное, стоит напомнить. 21 числа, 21 мая стартует этот мегамарш от гостиницы «Пассаж». Скорее, возле «Пассажа» магазина на Дерибасовской. Собираются все. В час дня, 21 мая. И потом будет такая хода, где-то порядка тысячи человек уже заявили, что будут принимать участие. Может быть, даже будет больше, потому что много одесситов с детьми приходят, потом подключаются к этому делу. У нас, кстати, есть ролик, который... Да, я не сказал главное, что главные организаторы этого мегамарша, люди, которые эту идею претворяют в жизнь в нашем городе. А это уже будет восьмой мегамарш в Вышиванках. Это Наталья и Анна Михайленко. Хотел пригласить их тоже сегодня сюда, в студию. Но они заняты сейчас на мероприятиях, связанных... Сегодня день памяти депортированных крымских татар. Они сейчас принимают активную участие в этих мероприятиях. Но, в принципе, они 21-го будут возглавлять дело. Вот мне Наталья переслала ролик, который тоже ей подарили. Она была безумно счастлива, что ей переслали. Сделали такой ролик и просто в дар ей, так сказать, преподнесли. Давайте мы этот ролик посмотрим о мегамарше. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой наполненный добром и энергичностью ролик, посвященный мегамарше в вышиванок. В этом году, кстати, приезжает и бразильская делегация к нам. Это семья Альберти. Они вместо того, чтобы пойти на фестиваль где-нибудь там в Рио-де-Жанейро, они решили посетить наш фестиваль вышиванок. Что ж, аж до Бразилии долетела, так сказать, весточка о том, что в Одессе вот так все это весело очень проходит. Вот. Может быть, вы их встретите на улице, обязательно поприветствуйте. Ну, вы видели в титрах, еще раз напомню, 21 мая будет этот мегамарш в вышиванках. 21 мая сбор возле пассажа в 13 часов. И мы продолжаем слушать наших ребят. Вот я смотрю, у вас еще пару инструментов незадействованных осталось, да? Да. Это тримбит или это сапилка, как правильно называется? Ну, даже не знаю. Смотря для человека это сапилка, там, для какой-то маленького мышонка, наверное, тримбит. Да, это маленькая сапилка. Не, ну, есть же тримбитки такие вот небольшие. Не знаю. Ну, у меня есть, думаю, в всяком случае. Вырезанная, красивая, западная. Интересно, интересно. Нет, это сапилка хроматическая, обычная. Что, будете ее сейчас использовать? Давай я. Ну, давайте. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Хочу обязательно подчеркнуть, что только что сейчас в эфире выступал не трио, а квартет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА